Новый этап в развитии сельского хозяйства Карачева-Черкесии в Черкесске, в Северокавказской государственной академии. Состоялось открытие уникального проекта «Школа фермера». Обучение призвано помочь сельхозтруженикам повысить свои навыки и эффективность работы. Узнала о значимости проекта Альбина Ламкова. В нашей республике существенный потенциал для развития сельского хозяйства. Отрасль занимает опережающие позиции в экономике нашего региона. В списке лидеров зерновые культуры активно развивается садоводство. А продукция животноводства составляет более 50% от общего производства сельхозпродукции. В этой сфере реализуются крупные инвестпроекты по переработке молока и мяса баранины. Для того, чтобы Отрасль работала эффективно, необходимы знания, которые приведут к еще большим возможностям. Именно в этих целях открыли школу фермеров. Она станет мощным стимулятором развития сельскохозяйственной отрасли, предоставляя обучающимся передовые знания и уникальную возможность для обмена опытом между начинающими и давно практикующими фермерами, стимулируя таким образом развитие коопераций и взаимной поддержки среди сельских тружеников. Григорий Гнилорыбов – один из ее слушателей. Он занимается растеневодством с 2014 года, но этого недостаточно, говорит фермер. Представилась возможность поучаствовать в проекте школы фермера, получить новые знания, потому что технологии и наука у нас не стоят на месте. Если раньше агрономия была приблизительной наукой, на сегодняшний день появились приборы и технологии, которые уточнили эту науку. Мы можем более точно работать и получать гораздо иные, большие результаты, соответственно, и прибыль. Школа фермера, социальный образовательный проект «Россельхозбанк» Северокавказской государственной академии реализуется при поддержке Министерства сельского хозяйства России, правительства республики, региональной АКОР, группой компаний «Домотэ» и сады Карачаева-Чукесии. Сельское хозяйство никогда не было чуждым для жителей нашей республики. Мы всегда идем в ногу со временем, и с самого детства все жители нашей республики были тесно связаны с сельским хозяйством, с жителей на селе, в аулах, со своими дедушками, бабушками, так или иначе занимались сельским хозяйством. Поэтому понимание именно сельского хозяйства на сегодняшний день практически у каждого жителя нашей республики есть. И сельское хозяйство занимает неотъемлемую часть в структуре бюджета нашей республики. Слушатели, которые прошли предварительный отбор, теперь будут обучаться по двум направлениям подготовки – садоводства и животноводства. Главная миссия проекта – это получение аграриями всех необходимых знаний и навыков для создания и развития собственного бизнеса на селе. Сегодня все мы знаем, что проблема с кадрами. Проблема с кадрами в сельском хозяйстве особенно. Сегодня страна нас всех нацеливает на то, чтобы мы развивали высокотехнологичное производство. А сельское хозяйство тоже сегодня в жизни стоит на месте, а все новые и новые технологии. Мы, конечно же, должны открывать вот такие школы. На данном потоке 30 слушателей. Каждый из них в будущем будет развивать свое дело сельскохозяйственной отрасли. Уже на основе новых знаний. Обучат современным методам ведения хозяйства опытные преподаватели Северокавказской государственной академии. А уже на практике пройдут обучение. На базе ведущих предприятий отрасли ознакомятся с новейшими технологиями и инновациями. Хочу выразить огромную признательность и благодарность Россельхозбанку за этот уникальный проект. Он действительно уникальный. Более 6,5 тысяч мы с вами слышали специалистов подготовленные и прошли через эту школу. Что касается Северокавказской государственной академии, ни для кого не секрет, что университет является опорным вузом для нашего региона. Более 72 направлений укропненной подготовки специалистов мы проводим на площадке нашего университета. И аграрный институт, аграрные специальности для нас одни из самых важных и ключевых. Знания, полученные в школе фермера, которые мы с вами совместно будем обучаться новым и бухгалтерии, и аграрномии, и ветеринарии. Получать новые знания в маркетинге. Они дадут новый виток, новый импульс развития фермерского движения в нашей республике. По окончании официальной части открытия школы фермера слушатели получили именные сертификаты. Обучение будет проходить три месяца. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Корчаева, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова